Я подготовил это короткое послание благодаря вопросам телезрителей, просьбам людей и молитвы. Я назвал это послание «Как избавиться от повторяющегося греха». Как избавиться от злых дел, в которые я постоянно впадаю, которые замедляют мое хождение с Богом, мешают мне расцвести и быть счастливым видителем. Иногда наша жизнь может находиться в колее, подобно автомобилю, который, застряв в колею, не может попасть на другой путь. Иногда людей преследуют навязчивые мысли, которые портят весь их день, и не мешают им пребывать в радости и особенно в свободе. Люди, которые живут в повторяющемся зле или грехе, конечно же, ощущают вину. Это показатель того, что что-то не так. К тому же они стыдятся своих слов, своих дел, того, что посмотрели и так далее. Затем человек может испытать ненависть к себе. Я вспоминаю одного человека, который мне сказал, «Я ненавижу себя, потому что, когда впадаю в грех, очень сильно злюсь на себя». В итоге приходит отчаяние и даже сомнение в том, что что-либо может измениться. Для начала я хотел бы вам сказать что-то очень важное. Когда мы находимся в такой ситуации, что зло постоянно возвращается в нашу жизнь, это означает, что где-то есть открытая дверь. Дверь была где-то оставлена открытой, что позволяет кому-то, чему-то, какой-то силе, какому-то духу влиять и поселиться в жизнь некоторых людей. Конечно, не все происходит по вине духов. Некоторые люди считают, что они жертвы заклинания, демонов, злых духов или людей, которые на них влияют на расстояние, ну и так далее. Они звонят нам, чтобы мы их освобождали. Несомненно, служение освобождения во Христе работает совершенно, когда нужно противостоять этим силам. Но прежде чем дойти до этого, поскольку это является только частью процесса освобождения, я хотел бы попросить вас обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, мы всегда отвечаем за собственную жизнь. Ни один человек не является беспомощной жертвой всего. Мы отвечаем за свои чувства и все то, что мы производим в себе, даже когда сталкиваемся со злом, с несправедливостью, и даже когда мы подвержены чему-то. Мы отвечаем за свою жизнь. И далее, во-вторых, необходимо признать свою нужду и называть вещи своими именами. Необходимо дать название тем вещам, которых мы стыдимся и которые сложно произносить. Необходимо это произнести. Исповедовать. И оставить у ног Христа. Необходимо это вытащить в свет. Затем отдайте Богу его место, чтобы Иисус, сам Бог, Дух Святой, могли царствовать в нашей жизни. Важно отдать Богу первое место. Нужно не только иногда отдавать ему первое место и затем все обратно взять в свои руки. Верните Христу то место, которое он заслуживает. Пусть он будет первым во всем, и пусть он правит над всем вашей жизнью. Затем очень важный момент, который я сильно подчеркиваю. Просите о силе Духа Святого. Прежде чем отправить своих учеников в мир, Иисус повелел им оставаться в Иерусалиме, пока они не получат обещанное от Отца, то есть Духа Святого. Дух Святой — это та личность, которая позволяет нам быть свидетелями, но также помогает нам защититься с помощью Слова Божьего. Слово Божие — это сила в руках Бога, и когда оно произносится нашими устами, оно приносит нам победу. Дух Святой делает нас сильными, несмотря на то, что мы сами по себе не имеем никакой силы. Псалом 50-й выражает признание вины и глубокое покаяние. В нем Давид говорит «Помилуй меня, Боже!» Так вот начните с такой молитвы «Помилуй меня, Боже!» «Без Твоей милости у меня ничего не получится. Мне нужна вся Божья милость. Милость будет дана тем, кто просит о ней. Милость Божия — это Его бесплатное благоволение, которое вы получаете, когда призываете Его имя. Затем никогда добровольно не приближайтесь к тому, что является для вас искушением. Избегайте искушения. Бегите от него». Однажды фирма хотела нанять водителя грузовика, которому предстояло бы ездить по очень опасным дорогам в горах. Первому претенденту показали крутой поворот в горах и задали следующий вопрос. «Насколько близко вы могли бы подъехать к обрыву, чтобы совершить поворот?» Водитель внимательно изучил дорогу и ответил, «Я мог бы ехать в один метр от края обрыва». Второму претенденту задали такой же вопрос. Второй водитель уверенно ответил «50 сантиметров». Третьему водителю задали такой же вопрос, и он ответил «Я бы ехал как можно дальше от этого обрыва». «Как можно дальше». Именно это правильный ответ, и именно этого человека наняли на работу. Так что держитесь как можно дальше от источника искушения, потому что вы не должны считать себя сильнее, чем вы есть на самом деле. Еще один важный момент. Питайтесь правильно. Нам не нужно удивляться, что мы впадаем в искушение, если мы питаемся плохой пищей, которая разжигает его и не помогает сопротивляться ему. Однако, если мы питаемся Словом Божиим, духовной жизнью, наш внутренний человек будет развиваться, и у нас будет сила побеждать искушение и отказаться от греха, который хочет вновь атаковать нас. Мы сейчас с вами прочитаем послание к филиппийцам, 4 главу, 8 стих. В этом месте Писания сказано, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том мы и должны помышлять, так давайте же будем питаться правильно. Конечно, нужно быть готовым отрезать источник искушения от себя. Это должно быть радикальным решением. Пока мы еще играем с грехом и любим эти вещи, освобождение невозможно. Мы должны принять четкое решение отрезать источник от себя. Ну и в завершении, иногда нам нужен тот, кто бы нам помог. Некоторые люди не могут справиться сами. Нужно иметь смирение и смелость, чтобы попросить о помощи. Я вдохновляю вас просить о помощи. Попросите помощи у человека, который может заняться душепопечением. Позвольте этому человеку сопровождать вас на этом пути освобождения, который ведет к славной свободе. Это того стоит. Не застревайте в этом повторяющемся грехе. Перестаньте стыдиться этих вещей и будьте свободны. Я надеюсь, что эти советы были для вас полезны и молюсь за то, чтобы Бог дал вам полную, совершенную свободу. До скорой встречи. Буду рад получить новости от вас. Пусть Бог вас благословит. Субтитры создавал DimaTorzok